Вот люди сидят в ресторан, сели, двое, напротив друга. Юноша такой, девушка, вот они сильные, свиданка там, то, все, пятьдесят. Что должен юноша делать? Он должен ее очаровывать, понимать, да вот ей приятность всякого, и тут все. А она должна как-то ему дать понять, что она вот его способна оценить, что она способна вот вовлечься, так сказать. Ну, три слова они друг к другу говорят, и потом раз в телефон, вот пришло уведомление, приход уведомления, право выскочить из-за разговора. Ну, важные сообщения. И дальше, и уже двое сидят, второй тоже тут, все, они все заняты сразу дешевым дофамином. Конечно, общаться, общаться с трудом, это же надо как-то человека, так сказать, понять, надо как-то ему посочувствовать, проявить какой-то интерес к тому, что он делает. А что он делает? В соцсетях сидит. Что к нему, какой интерес можно проявлять? Он вообще дурак дураком, понимаете? И говорит, не с кем поговорить, не о чем говорить. Вы задумайтесь, 11 и 1 часа в среднем человек проводит за потреблением всякого рода новостей. А на что он вообще способен? А что мы получим-то в конечном счете при таком подходе? Поэтому сейчас я не ругаю информационное потребление. Пожалуйста, пусть все потребляют вообще. Я за, за. Просто тот, у кого есть элемент здравости в голове, и кто хочет жизнь проживать так, чтобы у него какое-то самоуважение, что ли, появлялось, какое-то ощущение собственной цельности появлялось. Такому человеку, конечно, естественно, задуматься над вопросом, куда улетает его жизнь, в какую трубу, так сказать, оно улетает. Продолжение следует...